МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 23 ноября. В студии работает Андрей Теннет о куротках главных событиях. В Карагандинской области полным ходом идет ревакцинация от коронавирусной инфекции. Эксперты отмечают, что повторная вакцинация позволит обрести достаточный уровень антител. Качественная уборка дорог и тротуаров от снега – это личная ответственность Акимов городских районов, заявил глава Караганды. В городском Акимате обсудили зимнее содержание дорог. Карагандинский центр поддержки многодетных семей Шан-Ирак в честь независимости страны и в рамках марафона «Добрых дел» запустил челлендж «Дари добро». И теперь подробнее об этих и других событиях. В Карагандинской области полным ходом идет ревакцинация от коронавирусной инфекции. Эксперты отмечают, что повторная вакцинация позволит обрести достаточный уровень антител. Первыми ревакцинацию пройдут граждане, которые относятся к так называемой группе риска. Ревакцинация будет проходить в два этапа. До нового года третью дозу антиковидного препарата смогут получить медработники, педагоги, специалисты медико-социальных и закрытых детских учреждений, а также сотрудники силовых структур. Допустят к вакцинации в этом году людей старше 60 лет и тех, у кого будет отрицательный результат теста на антитела. На первом этапе планируют охватить почти миллион казахстанцев, на втором – больше шести миллионов человек. Ревакцинацию в период пандемии очень важно получить для того, чтобы закрепить иммунитет после первой и второй вакцинации. То есть после спутника пациенты прививаются через девять месяцев. Вот у нас в феврале прививался, сейчас подошла их очередь. Кто прививался инактивированными вакцинами, прививается перекрёстно, спутником, через шесть месяцев. Специалисты отмечают, что перед ревакцинацией нет необходимости делать анализ на наличие антител, в том числе и для тех, кто переболел ковидом. Процедура ревакцинации ничем не отличается от первичной. Нужно прийти в центре вакцинации по месту жительства или в любую медорганизацию, где вы желаете привиться. Точно так же заполняются анкеты, информированное согласие, анкета, вы подходите потом к врачу, врач у вас меряет артериальное давление, пульсоциметрию, температуру, и потом вы проходите в кабинет вакцинации, в сам процедурный кабинет. За последние сутки в Карагандинской области выявили 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По информации министра здравоохранения, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане стабильная. Загруженность инфекционных коек составляет 30%, реанимационных – 25%. На сегодняшний день полностью вакцинировано около 8 миллионов человек, или 70% от взрослого населения. Андрей Тендул, Аткукен Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Карагандинскую область посетил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане Дидье Канес. Глава дипломатического ведомства примет участие в официальном открытии французского альянса в Караганде, а также планирует побывать в учреждениях образования. Кроме того, предусмотрены встречи с неправительственными объединениями. На встрече с Акимом области, Женисом Касымбеком, обсуждались вопросы развития двухстороннего сотрудничества. Глава региона отметил, что Франция – один из стратегических партнеров нашей страны в Европейском Союзе. В Карагандинской области работает много иностранных компаний. Регион экспортирует продукцию более чем в 50 стран мира, в том числе и во Францию. Мы – крупнейшие производители в Казахстане черных металлов. Это «Тимуртау». Здесь работает «Арселор» компания. Порядка 35-40 миллионов тонн угля производим. Ну и наиболее урбанизированный регион. У нас 80% населения живет в городах. 20% – это сельское население. Хотя территория большая, но такая, не густонаселенный регион. Специфика своя есть. Города в основном – это моногорода, вокруг крупных системообразующих предприятий, металлургических или шахт угольных или других предприятий. Активно сейчас развивается производство ферросплавов. За 9 месяцев этого года экспорт во Францию составил 18 миллионов долларов. Импорт – 10 миллионов долларов. Область поставляет в эту страну рафинированную медь, а возит оборудование, лекарственные средства, посуду, вина и многое другое. Мы рассматриваем Казахстан как наш близкий, самый важный партнер в Центральной Азии. Наши экономические отношения очень теснее. Франция один из лидирующих инвесторов в Казахстане. Мы тоже уделяем большое внимание сотрудничеству не только в области экономики, но и в области образования, культуры, здравоохранения. Посол намерен обсудить развитие отношений с руководством Карагандинского университета имени Букетова, Медицинского университета Караганды. Он также предложил проект по углубленному изучению французского языка в карагандинских школах. По его словам, базой может стать гимназия номер 97. Александр Церекидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Качественная уборка дорог и тротуаров от снега – это личная ответственность Акимов городских районов. Такое заявление в ходе аппаратного совещания сделал глава Караганды Ермагамбет Буликпаев. В городском Акимате обсудили зимнее содержание дорог. Караганду накрыл обширный циклон. Он принес сильный ветер и снегопад. Температура воздуха вот уже второй день держится около нуля градусов. Это все вкупе создает на дороге настоящее месиво из мокрого снега и грязи. Акимы районов Караганды заявляют, что снегоуборочная техника работает в полном объеме. Аким Казабикбийского района обратил внимание на частную территорию, принадлежащую крупным торговым центрам. На сегодняшний день у нас аппарат, у нас есть ответственные кураторы, которые обходят по объектам бизнеса, по очистке от снега. Единственный момент, здесь у нас не совсем хватает юридических полномочий по штопованию. Здесь бы хотел обратиться в ГУВД города, чтобы они помогли нам в этом вопросе выделить отдельных людей именно в те пиковые периоды после буранов. Именно отдельные ответственные специалисты, которые будут ходить по объектам крупного бизнеса, те, которые убирают, убирают, те, которые не реагируют, их надо штрафовать, я считаю. Градоначальник Ермаганбет Буликпаев поручил местной полицейской службе отработать этот вопрос. В то же время он обратил особое внимание на очистку снега не только проезжей части, но и тротуаров. Это ваша личная ответственность за обеспечение проездов, очистки от снега и тротуаров. Я вам еще раз говорю, требую, чтобы тротуары были чистые. Открывайте тротуары. Вот по скверам, по всем этим парк работает, но по тротуарам есть еще вопросы. Поэтому работайте. Такое поручение есть к вам? Сегодня будем тут побежать, ночью тоже будем побежать, будем смотреть. Вся техника должна выходить и работать. Понятно, да? Такая задача. Это ваша задача. Вы должны эту работу организовать и контролировать. Полностью всем акиматом выходить и отрабатывать по каждой улице. Вы обозначите количество техники и людей, они все должны выходить и работать. Отмечается, что на дорогах района имени Казбекби сегодня в круглосуточном режиме задействованы 123 единицы специализированной техники и более сотни дорожных рабочих. В Октябрьском районе работы также ведутся в круглосуточном режиме. Для очистки дорог используются 65 единиц техники, а дорожные рабочие трудятся в две смены. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Грагандинский. В Нур-Султане прошла выставка, посвященная 110-летию поэта-публициста Касыма Аманжолова и 30-летию независимости страны. Она состоялась в Евразийском национальном университете имени Гумилева при поддержке Акимата Карагандинской области. В экспозиции были представлены фотографии из семейного архива поэта. Биографические артефакты, документальные материалы, книги и другие экспонаты. Мероприятие направлено на знакомство молодежи с личностью поэта и композитора, а также популяризацию его творчества. Выставка началась еще в Улытауском районе и продолжается во всех районах области. Наша цель – передать мысли и знания великого поэта молодому поколению. Мы должны пропагандировать нравственную жизнь Касыма. Редкие экспонаты для выставки предоставила директор научной библиотеки Карагандинского университета Гаухар-Абдегулова. Для любителей поэм и стихов это была возможность ознакомиться с эксклюзивными записями. После выставки студенты и учителя могли посмотреть на историю Касыма Манджолова своими глазами. Им показали фильм, посвященный 110-летию поэта. Эта выставка доказывает, что между вузами Нур-Султана и Караганды тесная связь. Это мероприятие значимое для студентов. Все они интересуются книгами и стихами поэта. Это, несомненно, радует. Выставка продолжилась литературно-музыкальным вечером «Жирга Айналган Гумыр», который прошел в концертном зале Астана. Яркие моменты из жизни одного из основателей партии «Алаш» показали в виде спектакля. Главными актерами стали представители казахстанского драматического театра имени Сакена Сейфулина. На сцене концертного зала выступала и народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. По словам певицы, начало ее карьеры тесно связано с работами Касыма Манджолова. Касым своей поэзией смелостью является примером для подрастающего поколения. Его работы нужно уважать и распространять. Мы должны благодарить его за храбрость. Спасибо организаторам. Я очень рада, что смогла поучаствовать в этом мероприятии. Александр Царикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Активистка из Карагандыля Затку Жахметова считает, что электронное правительство необходимо развивать. Сегодня из-за разрозненности информационных баз сохраняется архаичная практика истребования бумажной документации. Она подняла этот вопрос на заседание Национального общественного совета и привела несколько примеров. Член Национального совета общественного доверия Лизатку Жахметова предлагает активизировать работу электронного правительства. Она считает, что мы до сих пор не можем избавиться от бумажной волокиты. Например, медицинскую справку из психолога-наркологического диспансера можно получить бесплатно через портал ЕГОВ. Но во многих учреждениях требуется печать, и она платная. Матерям-одиночкам также нужна справка, подтверждающая, что они не замужем, чтобы быть в списке ожидания. Этот документ, который находится в электронном правительстве, также должен быть приобретен в госучреждении. Благодаря Национальному совету введено много поправок в законы. Сегодня глава государства рассмотрел вопросы, касающиеся выборов акимов, образования, перехода на цифровизацию и многое другое. Такие встречи позволяют решать много проблем. Члены совета лично контактируют с жителями и знают об их проблемах не понаслышке. В этом году мы посещали села и другие населенные пункты. Помимо очередей, мы затронули вопрос платных услуг ЗАГСов. К примеру, чтобы получить справку о том, что женщина воспитывает и кормит детей в одиночку, нужно заплатить. Это неправильно. Напомним, шестое заседание Национального совета общественного доверия прошло 16 ноября. Мероприятие было организовано в онлайн-формате. Повестка дня заседания включала выполнение поручений президента. Данных Национальным советам. А также предложений членов Национального совета по социально-экономическому и региональному развитию. Александр Целикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский центр поддержки многодетных семей Шан-Ирак в честь независимости страны и в рамках марафона «Добрых дел» запустил челлендж «Дари добро». В челлендже могут принять участие все желающие, он пролится до Дня независимости. Акцию поддерживает общественный фонд «Ана-мама». 50 многодетным семьям вручили продуктовые наборы. Карагандинка Евгения Сакипова воспитывает пятерых детей. Она не первый раз получает материальную помощь от благотворительных организаций. Центр поддержки многодетных семей Шан-Ирак подарил новую одежду для детей. А общественный фонд «Ана-мама» вручил набор продуктов. Евгения считает, что без их помощи было бы намного труднее. Спасибо Шан-Ираку, что они помогают, акции такие. Всегда многодетные помогают продуктами, одеждами. Это вообще очень большая для нас идет помощь для многодетных. Я считаю, большое спасибо, что есть такое. «Ана-мама» есть, что помогает. Они позвали нас на акцию продуктов, позвонили, сказали, придите, возьмите. Конечно, это для нас большая помощь. Я считаю, что для многодетных, для «Ана-мамы», считаю я. Благотворительность – это любовь к ближнему и помощь нуждающимся. Милосердие – одно из благородных человеческих качеств, которое проявляется через заботу и помощь окружающим. Фонд «Ана-мама» активно сотрудничает с областной мечетью «Энет-баба». За два года проведено множество совместных благотворительных мероприятий. «Эта эстафета теперь будет продолжаться, не прерываясь. Эту эстафету после этой акции мы призываем и передаем эстафету корпоративному фонду «Зекрет» и благотворительному фонду «Берлик». И они дальше будут продолжать и сами, в свою очередь, передадут другим мечетям, другим фондам. Это, конечно, наша цель – проповедовать милосердие и любить ближнего, проповедовать благотворительность». В ходе акции 50 многодетных семей Караганды получили большие продуктовые наборы. Вес каждого составил 30 килограммов. Здесь овощи, крупы, печенье и многое другое. Напомним, что общенациональный проект «Марафон добрых дел» стартовал в феврале этого года по инициативе главы государства Касымжомарт Токаева в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана. Александр Цирикидзе, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Карагандинской академии «Болошак» провели круглый стол, в ходе которого обсудили концепцию антикоррупционной политики. Мероприятие прошло в формате офлайн с подключением участников из других вузов страны. В ходе круглого стола было отмечено, что в проект концепции входит внедрение тем добропорядочности и антикоррупционной культуры в образовательные программы на всех уровнях образования, подготовка комплайн-специалистов в вузах, а также экономическая мотивация государственных служащих. «С каждым годом коррупционеры становятся все изощреннее, и все масштабы их не вырастают и так далее, с каждым годом увеличились. Это факт. И сейчас вы знаете, что сменилось руководство. Если раньше как-то ориентировались на ловлю отдельных мелких, больших, да, концепционеров, как говорится, всегда упрекали, что ловят одних таких, мелочи ловят, а шел тогда, то самое-то. Ну, действительно, наверное, так и было, потому что это было, общественность это все знала, но сейчас акценты совершенно другие, и направленные, прежде всего, в системную коррупцию в различных отраслях показаны». Участники отметили, что новый политический курс Казахстана ставит коррупцию в разряд непосредственной угрозы национальной безопасности и направляет государство и общество на объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением. Руководитель областного департамента по противодействию коррупции отметил, что при составлении проекта концепции учитывается мнение граждан. «Особо отмечу, что при разработке концепции нами было важно мнение гражданского общества, поэтому не случайно основным заказчикам позитивных перемен нового документа мы определили народ Казахстана. Мы создали специальный сайт, где собираем предложения наших граждан, общественных формирований, экспертов, бизнес-сообщества. Их мы учли при разработке концепции. Был учтен и передовой зарубежный опыт, международные стандарты через прижму наших сильных слабых сторон. Конечно, при разработке мы опирались на свою собственную практику». В ходе обсуждения участники рассказали о том, как воспитывать будущих специалистов, обсудили пути совершенствования концепции антикоррупционной политики. Студенты выступили с презентацией на тему «Студенческое самоуправление как эффективный инструмент противодействия коррупции в высшем учебном заведении». Также участники высказали ряд предложений, направленных на предупреждение коррупции, а также обсудили содержание самого документа. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Скандал разгорелся в хоккейном клубе «Сара-Арка». По информации пресс-службы клуба, главный тренер команды Леонид Тамбиев и его ассистент Андрей Банада самовольно покинули расположение клуба. Руководство команды намерено привлечь тренеров к ответственности. О предстоящем уходе Леонида Тамбиева из клуба «Сара-Арка» слухи ходили уже месяц. Однако в команде по этому поводу никаких комментариев не давали. Теперь же сам клуб объяснил ситуацию. Леонид Тамбиев вместе со своим ассистентом подали заявки на увольнение по собственному желанию. Руководство клуба заявление подписало и инициировало процесс расторжения договора. По условиям контракта тренеры должны оплатить компенсацию и отработать до 18 декабря. Однако Леонид Тамбиев и Андрей Банада покинули расположение клуба во время вылета из города Краков в Караганду. Кроме того, клуб обвиняет их в том, что работая в Караганде, они вели переговоры с другим клубом. В связи с этими фактами хоккейный клуб «Сара-Арка» намерен обратиться в Федерацию хоккея России и Дисциплинарный Комитет континентальной хоккейной лиги о привлечении Леонида Тамбиева и Андрея Банада к ответственности за совершение нарушений и применение к ним дисциплинарных мер в виде выплаты компенсации и запрета на работу в КХЛ. Это позиция хоккейного клуба «Сара-Арка». Что по этому поводу думает сам Леонид Тамбиев, узнать, к сожалению, не удалось. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова